Европейские трейдеры с особым усердием отрабатывают высказывания Джерома Пауэлла о неготовности Федрезерва к дальнейшему подъему ставок. Так, евро в паре с долларом продолжил движение вверх, несмотря на сильные данные по розничным продажам США. Котировка почти дотянулась до психологического уровня на отметке 1,13, но пока подняться выше сил европейской валюте не хватает. График остается у отметки 1,1280. Оказать поддержку евро могут позитивные новости по соглашению между ЕС и Великобританией. Сегодня это одна из самых главных тем на рынке. В ближайшее время в парламенте Соединенного Королевства состоится очередное слушание по вопросу процедуры Брекзита. Вчера поздно вечером стало известно о том, что британскому правительству все же удалось добиться внесения изменений в соглашении о прекращении членства в ЕС. По словам президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, это окончательный вариант договоренности. Если парламент не одобрит и этот проект, Тереза Мэй будет вынуждена инициировать Брекзит без сделки. На этом фоне график фунта вчера резко рванул на 280 пунктов вверх к отметке 1,3240. Но уже сегодня сделки на покупку фунта закрываются с фиксацией прибыли и с определенной долей пессимизма в отношении решения парламента. С каждой минутой приближения заседания котировка опускается все ниже, даже несмотря на сильные отчеты британских стат-ведомств. В январе ВВП Великобритании вырос на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали прирост в 0,2%. Гораздо лучше прогнозов оказались и отчеты по промышленному производству. Но трейдерам пока не до статистики.